Удовольственную безопасность овощехранилища страны пополнит более 120 тысяч тонн овощей и фруктов. Какие цены обещают производители этой зимой, узнаем у нашего экономического обозревателя Юрия Таболина. Юрий, добрый вечер. Добрый вечер, Сергей. Урожай овощей в этом году превышает прошлогодний показатель на 38%. Отсюда и цены на них сегодня на ярмарках и зимой прогнозируются не выше прошлогодних. Параллельно с продажей сельхозпродукции в стране идет формирование стабилизационных фондов. При том, что убрано еще около половины урожая, обеспеченность по овощам уже составляет 75%, а по картофелю 95%. Еще одна положительная тенденция. По расчетам Минсельхозпрода, каждый третий килограмм картофеля и каждый второй овощей выращены в фермерских и крестьянских хозяйствах. Более 10 миллионов евро на финансирование энергетики и женского предпринимательства. Европейский банк реконструкции и развития выделил белорусским коллегам несколько кредитов. Один из них на инвестирование в производство возобновляемой энергии. Данные проекты в первую очередь обеспечат малое и среднее предприятия теплом и электричеством при минимальных затратах. Второй заем должен поддержать деловую инициативу среди женщин. Это не только более дешевые кредитные ресурсы, но и бесплатная образовательная программа, а также консультирование малого бизнеса. Белорусские здравницы увеличили экспорт услуг с начала года на 30%, выручив в общей сложности более 102 миллионов рублей. Самый высокий спрос на отечественное санкур-лечение среди россиян. Тут сказывается стоимость. Цены едины для всех жителей Евразийского экономического союза. В среднем одни сутки в белорусских санаториях обходится в 42 рубля. Для сравнения, в российских здравницах аналогичное предложение минимум в полтора раза дороже. Экономическую составляющую оценили и жители западных стран. Несмотря на спецтарифы, литовцы и поляки с каждым годом увеличивают свою долю присутствия на белорусском рынке оздоровления. Мы в этом году проводили рекламные туры для туроператоров Германии, Прибалтики, Польши и результат налицо. То есть при росте экспорта по всей республике в среднем чуть более чем на 30% за 8 месяцев, то в регионах Брестка и Грудневской области этот рост составляет в два раза. В ближайшую ночь держателям пластиковых карточек большинства белорусских банков ограничат доступ к безналичным операциям. Сбои возможны в работе банкоматов, платежных терминалов и инфокиосков. Причина проста – технологическая работа над новыми сервисами, которые пока являются коммерческой тайной. Инженеры банковского процессингового центра анонсируют перерывы обслуживания с 2 до 4 часов в ближайшие ночи. Белорусский рубль сегодня незначительно опустился относительно корзины валют на фоне укрепления к доллару и евро. Американец уступил полкопейки. На среду его курс составит 1 рубль 92 сотых. Евро также потерял треть копейки. Завтра по Нацбанку 2,16. Российская валюта укрепилась на несколько пунктов. За 100 российских можно купить 3 рубля и 3 копейки белорусские. Таковы основные деловые новости вторника. Мы держим руку на пульсе экономики. Сергей. Спасибо. Юрий Табулин с обзором деловых новостей.